Всем привет, братья и сёстры! Наконец-таки у меня дошли руки, и я могу сделать обзор на Гарибальди 12 ГА. Давайте сразу перейдём, наверное, к главному этаку модам на данный дробовик. Моды у меня будут, кстати, вот такие, но на самом деле по поводу модов реально огромнейшие споры. То есть я спрашивал у многих киберспортсменов, чего они ставят, и все ставят разные. То есть кто-то ставит такие моды, кто-то вообще ставит, например, отдачу, убирает место темпа. То есть огромное количество, ну, разнообразных вариантов они предлагают. Но сегодня мы остановимся в этом варианте, а это точно смешнее в прыжке разопроса плюс скорости плюс темп, но при этом минус скучность. Вот такие моды сегодня потестим. Так выглядит дробовик, кто еще не в курсе, да, буду играть с дульным тормозом, не с глушаком. Вот так он выглядит, так вот устреляет, это типа как помпа, я не знаю, или не помпа, короче, вы поняли, да. В общем, всем приятного аппетита, приятного просмотра. Обязательно, кстати, напишите в комментариях, какие бы вы моды поставили на Гарибальди. Я обязательно почитаю и, так сказать, посмотрю, что вы думаете, кстати, на этого. Ну все, погнали играть РМ. И да, братья, не забывайте про новую промку по ссылке в описании, благодаря регистрации, по которой вы сможете получить классные пушки на любой класс, который захотите. А также лучший скин в игре из отряда Блэквуд на плюс 60% скорости бега, то есть это самый максимальный бонус. Помимо этого, естественно, Х2 к первому пополнению счета. То есть закинули косарь и получили не 2000 кредитов, а целых 4000 кредитов. В общем, ссылка на промку в описании, всем приятного просмотра еще раз. Так, первая карта у нас Мосты, что в целом-то неплохо, потому что Мосты я люблю. Так, идем, наверное, на двоечку, сразу займем полэнтливый. Ну, наверное, Перемку, Перемку займемся, оп, и епы зависели. Они просто это халдят. Так, оп, идем сюда, даем такой смачочек. Медик. Ну, медик закрысил меня. О, ваншот. Ничего себе, все нормально, я ваншот был у типа. Потому что у типа глушак стоит, наверное, дробовик, и такой шот неплохой, кстати. Он успеет размерить или нет? Он потерял бомбу. Он потерял бомбу. Он потерял бомбу, потерял. Ну, потерял бомбу, бывает. Так, опять я ничел на двойку прошел. Что-то они как-то двойку странно халдят немного, ну да ладно. Ну, скажем, это было неплохо. Паншоты прям жесткие. На самом деле, да, то есть преимущество у этого дробовика по сравнению с калаша, это, во-первых, паншот, да, уже сразу вижу. И, во-вторых, то, что бедра, он реально гораздо лучше ваншоте, это факт. Но при этом, понятное дело, что, допустим, с калаша ты можешь гораздо больше людей убить в плане за единицу времени, потому что у него темп высокий. Да и маншоты в целом тоже неплохие в прицеле. Но конкретно от бедра в Гарибальде прям намного, конечно, выше. Так, давайте сейчас запушим правые скалы, пробуем ворваться во двор, потому что что? Потому что можем себе это позволить. Вот сюда идем. Тапнул, типа, с пистолета нормально. Слушайте, 2-3 полкила за 2 раунда, неплохо, по-моему. Маншоты, конечно, да, бешеные, то есть от бедра он прям шорит вообще стабильно. Абсолютно. Даже вот тут сейчас шотнул. Давайте сейчас дадим такой сумочок на короткую. Пробежим сюда. Один я скала правый. Ну почему он 2-3 пистолета за меда? Опять 3-3 полкила. Реально, 3 раунда 3-3 полкила. И самое забавное, что просто у них, типа, идут по 2. Медик сидит в респе. Медик, ладно, снайпер, там ты можешь тяжкие поймать. Ну нафига сидеть в респе медиком, тем более в хижине. Это вообще настолько бесполезный спот, по правде говоря. И он еще, смотрите, что делать. Он еще на мусорке за тем-то крысит вообще под... Что? Что в голове друга нашего? Ваншот. Прикиньте, я в шоке. Не успел довестись. Ну пойдет. Пойдет. Нет, Грибальди ваншотит все. То есть вообще это какая-то имба. Ну то есть в том плане, что он... Если ты попадешь, ты убьешь 100%. И это, конечно, намного лучше, чем хакал, бери по это дело. Но вопрос, лучше ли он, чем калаш. Вот это реально вопрос. Попал. Найс, 6-3. Первая карточка суперлегкая, братья. Ой, ктешечка попалась. Какие прекрасные карты. Две карты подряд и так сердце радуется, что они прекрасны. Так, давайте сейчас запушим двойку в упор. Потому что что? Потому что можем себе ваншот. Не, ваншоты просто изумительные. Найс, пойдет. Ну да. Ваншоты, конечно, у Грибальди намного лучше, чем у калаша. Это прям, ну, то есть если вы хотите уверенно ваншот, Грибальди прям намного лучше. Гораздо лучше Хакалбери. За Хакалбери, все, ребят, забываем. За Хакалбери, забываем. Да блин, ну можно помочь Плэнт. Почему я в соло, в Плэнте? Моя команда наверху вдвоем. Два штурмовика полезный. Класс, стоят сзади, прикрывают. Молодцы, братцы, молодцы. Ну, 1-5 тяжело выиграть. Там очень. Все бойцы противника. Что я выиграл просто, какой красивый клач. Команда все равно идет. Два штурмовика идут по двойку, дают гранаты, возвращаются в риску. Что в голове? Я не понимаю, за что мы такая команда, господи. Игрок с бомбой убит. Ну, три ряля, три пули от бедра на любой дистанции. Это очень любого, честно говоря. Прям реально. Да, не, на самом деле он очень жестко лупит. Прям нереально лупит, я клянусь, это очень сиридоровый. Куда он мульгут? Не, не, тут вообще нет. Это, типа, честно говоря, вообще не отдупляют, походу, что происходит. Все, ловим стяжку жесткую. Ладно, попасть. Второй, он перепрыгивает со второго, третьей пастой от платья. Что скажете, братья? Что скажете? Да нечего говорить! Вот, вы сейчас, кстати, видели, какой был ваншот по инженеру? Вы просто видели ваншот по инженеру, какой он дал. Просто в руку попал ваншот. Нет, это очень ему дроблю, прям реально, без прикола. Это очень ему дроблю. Все, это у меня, типа, надо я просто убивать сейчас всех. Блин, да, ваншот. Ваншот, она ваншотит. Все, он ни разу не ваншотил за... Сколько я уже? Третья игра ни разу не было ни ваншота. Все время ваншот. Неважно, куда я попадаю. Это что за имба такая? Я даже в прицел не вхожу с этого дробовика. Он из бедра лупит просто в точку нереальными ваншотами. Да, два выстрела просто бетонно. 90 дал. Нет, молик. Пойдет! Хорошо. Нет, честно, дробовик очень не был бы, вот прям, без пиздежа. Я... Я... Вообще... То есть, будто бы... Вот мы, медики, на прагах играли с этим дробовиком. И, типа, не сказать, что он и бой был. Я его взял вот такая емба. То есть, это просто... То есть, за медикой сейчас играть... Во-первых, одно удовольствие. Во-вторых, относительно... Очень-очень легко убивать. Очень легко убивать. То есть, даже в прицел ты не входишь, сейчас стабильно ваншот. Но это просто... Это очень бас. Скалаша такого не было. Скалаша нужно именно в прицеле. Тогда будет ваншот. А так вот... Чтоб так ваншотило, такого давно не было. Очень похоже, дорогие. Знаете, на Мозберг похож, на Киллтек похож. Зачем говорим про то время. Как они пропускают? Как? А, он стоит, смотрит, пиксель в прицеле. У меня пушат три человека. Чего смотрит в прицеле. Просто запрыг на трактор. Что у тебя в голове, дружок? Ваншот, естественно. Сперпуле в голову. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну как же жестко и стака спиливает. Просто жесть. И где ласта, интересно, чувачочек? Пойдет! Ай-яй-яй, я мог вообще минус пять делать. Ну, на последний дэшечек, ребята. Дэшка, дэшка. Так. Есть щелком в упоре. И в квадрат убиваем. Ну, два выстрела, не ваншот по сна... Ммм! Ну! Ваншот! Хорошо, да. Запомните, с Гарри Бадди стреляем только от бедра. Никогда не прицеливаемся, потому что шло правильно. Бесполезно. Ваншот, прикиньте, вот это был ваншот. Тут жестко. Бомба у меня в респе. Все, понял, будем сидеть вот так вот по себе. Или подожмем. Человек просто ходит в респе по двойкой. Что в голове? В прошлом, он стоит тут, тут. Что он тут делал? Вот что? Почему? Почему вся команда под единицей? Человек тут по двойкой. Почему? Почему? Объясни, пожалуйста. Почему так, а? Ладно, ребята, как я так слушаю? На самом деле, мне дровы кости. Мне очень понравился. Ну, естественно, это имба. Ну, то есть, типа, это будто бы лучше, чем калаш. У него есть свой минус. Пострелюсь калашом, потому что у маленьких темп стрельбы. Калаш, конечно же, полегче в этом плане. А так, дробовик просто имба. Точно лучше, чем Хаклбери. Вот, 100%. То есть, если вы играли с Хаклбери, убирайте Хаклбери. Все, вот он идеальный дробовик, который, типа, Хаклбери, оно гораздо лучше, чем Хаклбери, и стабильнее, что самое главное. Ну, это все, ребятки. Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу данного дробовика.